МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дело осужденного учителя Юрия Пака отправлено на дополнительное расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Судебная коллегия Карагандинского областного суда удовлетворила ходатайство адвокатов. Материалы по ходатайству адвоката Кима о возбуждении произвелся по вновь открывшимся обстоятельствам направить прокурору для организации проверки или расследования. Председатель исключенного нового вета, судья областного суда же Купов-Спана. Около 200 новых случаев заболевания туберкулезом выявили карагандинские врачи. В честь Всемирного дня борьбы с этим заболеванием медики проводят специальный месячник. Научить воспитанников детских домов самостоятельной жизни – главная задача общественного фонда «Стерп». Волонтеры организовали благотворительный концерт, на котором выступили молодые таланты из детских домов. Дело Юрия Пака направлено на новое расследование. На прокурорской проверке настоял адвокат осужденного. Он предоставил в суде результаты голосовой экспертизы, проведенной в Ростовском центре судебных экспертиз. Напомним, российские эксперты поставили под сомнение вину Юрия Пака. В ходе судебного заседания защитник учителя также просил отменить решение апелляционной коллеги и провести дополнительную голосовую экспертизу в Москве. Полный судебный зал. На заседании по уголовному делу осужденного учителя Юрия Пака вновь аншлаг. Родственники и знакомые педагога с надеждой смотрят на судей. Первым свои доводы в суде привел адвокат осужденного Сергей Ким. Он представил результаты ростовских экспертов, которые опровергают вину Пака. Кроме того, защитник предложил провести новую независимую экспертизу аудиозаписи в Москве. По словам защитника, еще одним неопровержимым доказательством невиновности. Пака является документ от компании «Самсунг». Адвокат направил им запрос о технических характеристиках сотового телефона Пака марки «Самсунг С4 Мини». Корпорация «Самсунг» дала определенный, однозначно, категорический ответ, исключающий двойное толкование по техническим параметрам работы этого телефона. Все. Огласить сейчас я это не могу, потому что они мне поставили условие, что я имею право это огласить в Верховном суде при подаче кассационной залоги. Председатель судебной коллегии Рашид Нурмагомбетов удовлетворил ходатайство адвоката лишь частично. Согласно решению коллегии, дело Пака будет проверено дополнительно. По результатам расследования прокуратура направит в суд проверку, материалы и свое заключение о наличии либо отсутствии оснований для пересмотра судебных актов. Напомним, учитель физики Юрий Пак осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в минировании ЦУМа. Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта текущего года Юрию Паку сократили срок на 1,4 часть по амнистии. Айя Мамрина, Улжас, Габасов, Паушан, Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Коалиция демократических сил призывает всех граждан поддержать конституционные реформы и принять активное участие в их реализации. В областном филиале партии Норутан состоялось заседание, где обсуждались вопросы конституционной реформы. За 25 лет независимости наша страна достигла больших высот. Стала известной всему миру как мощное и авторитетное государство. В этом заслуга нашего правительства, заявляют участники мероприятия. На заседании члены коалиции демократических сил собрались поддержать и обсудить новый конституционный закон. Усиливается контролирующая роль по парламенту и другие полномочия президента переданы между этими структурами. Это очень отрадный момент. И в дальнейшем ожидается, конечно, нескольких поправок, предстоящих закон в соответствии с этим законом. Ахжон, со своей стороны, по Ахжону примут самые активные участие в обсуждении и во внесении дополнений предстоящих законов. Всенародное обсуждение конституционной реформы инициировано главой государства. В столицу поступило более 6 тысяч предложений граждан по перераспределению полномочий между ветвями власти. Все это говорит о гражданском согласии и единстве народа Казахстана, заявляют политологи и юристы. В связи с изменением политической системы, экономической нашего общества, наверное, встал действительно вопрос о внесении изменений в Конституцию в Республике Казахстан, именно связанной с перераспределением полномочий. Получив одобрение Конституционного совета, глава государства подписал этот важный документ. Участники заседания сошлись во мнении, что поправки в основной закон страны послужат дальнейшей демократизацией Казахстана. Айем Амрина Ажара Агибаева, Жаксылак Нуртай, Бауржан Ирмагометов, Первый Карагандинский. Около 200 человек в Караганде больны туберкулезом. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. К этой дате по всему Казахстану пройдет месячник по профилактике этой страшной болезни. О первых симптомах проявления туберкулеза расскажет наш корреспондент. Первые проявления заболевания вначале обычно слабо выражены, а затем постепенно нарастают. Симптомы туберкулеза – кашель с выделением мокроты, снижение веса и аппетита, проявляются перепады настроения и снижение работоспособности. Любой из этих симптомов проявляется на протяжении трех недель, но не все сразу, а лишь один или два. Туберкулез, как вы сами знаете, заболевание, в основе которого лежит бактериальная инфекция, поражающая дыхательные системы, внутренние органы и ткани. За 12 месяцев 2016 года по Октябрьскому району города Караганды отмечается снижение заболеваемости на 48 случаев. Особенность и в определенной степени коварства туберкулеза заключается в том, что, как правило, болезнь первое время протекает незаметно. В 2016 году вышел специальный закон. При отказе от лечения решением суда больных могут направить на принудительное лечение. Как мы уже сказали, если симптомы туберкулеза выявляются на ранней стадии, то болезнь хорошо поддается лечению. Поздно выявленный запущенный туберкулез нередко уже неизлечим. Чем дольше инфекция находится в организме, тем сложнее будет с ней справиться. Со временем могут начаться необратимые процессы. Проявляются первичные признаки туберкулеза только когда достаточное количество микробактерий накопятся в организме человека. Тогда-то они и начнут наносить организму урон. К сожалению, только после нанесения организму вреда человек может ощутить первые признаки заболевания. Лариса Хусынова, Жислав Макулбеков, Боржан Ермагамбетов, Первый Карагандинский. Научить воспитанников детских домов самостоятельной жизни – главная задача общественного фонда СЕРТ. Как себя вести в общественных местах, как правильно выбрать одежду и многому другому обучают сотрудники фонда. В Караганде прошел благотворительный концерт, где дети показали свои таланты и рассказали о жизни в детском доме. Надежда Макарихина и Роман Гайфер – воспитанники детского дома «Майкудука». Ребята с детства увлекаются творчеством. В Караганде скоро состоится областной турнир между детскими домами, где участники смогут посоревноваться как в спорте, так и в творчестве. Я пришла сюда на вышивание, буду вышивать с руководителем Татьяной Михайловной. Мне очень нравится, я люблю вышивать. Я хотел сказать спасибо нашим руководителям, фонд это руководит. Я на футбол пришел с нашим руководителем. В футбол играем, там занимаем места. Мы рады, что сюда приехали участвовать. Концерт хороший, отличный. Сейчас смотрим его, вообще хороший. На благотворительный концерт приехали воспитанники детских домов из разных городов области. Ребята продемонстрировали свои танцевальные и вокальные таланты. А после концерта для маленьких гостей города провели экскурсию. На сегодняшнее мероприятие прибыло 103 участников из разных регионов. Наши караганецкие области, это основной Балхаш, Асапарский детский дом, Тимурталовский детский дом и наши городские детские дома. Социальной адаптацией подразумевается, например, воспитатели детских домов. Они все работу не могут охватить. В одном группе, например, 20 человек, там всего один воспитатель. Наша помощь воспитателям – воспитывать детей, как себе висеть в обществе. В конце каждого месяца сотрудники общественного фонда «Серд» поздравляют детей, которые в текущем месяце отмечали день рождения. Всех именинников забирают на несколько часов погулять по городу, покупают им подарки. По словам генерального директора фонда, дети в основном выбирают одежду. При покупке каких-либо вещей взрослые объясняют, как правильно подобрать одежду по размеру и по качеству. По мнению волонтеров, эти навыки помогут детям адаптироваться во взрослой жизни. Лариса Хусейнова, Сленбек Успан, Баожан Ермагамбетов, Первый Карагандинский. Состязание Акынов состоится в Карагандинском дворце культуры горняков. Соревнование поэтов посвящено сразу двум юбилейным датам – 350-летию Казбекби и 150-летию со дня рождения знаменитого Акына Асета Найманбаулы. Армасан Эзнаурыс – так будет называться Айтыс, в котором примут участие Акыны со всей Карагандинской области. Организаторы заявляют, что в этом году на состязание будет много молодых участников. За звание лучшего сразятся 22 Акына. По сравнению с прошлым годом, в этом году участников 22. Особенность Айтыса этого года в том, что участвует много молодых Акынов. Это школьники 7-х и 8-х классов. Один из Бухаржираусского района, другой из города Сатпаев. Организатором состязания выступило Творческое объединение Арка и Карагандинское управление культуры. Для проведения Айтыса из городского бюджета выделено более 1 миллиона тенге. Мероприятие пройдет 17 марта в 17 часов в здании Дворца культуры горняков. Вход свободный. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Жасулан Макулбеков, Бауржан Ермагомбетов, 1-й Карагандинский. Детские сады уже начали отмечать праздник весеннего равноденствия. Воспитанники детского сада Гаухар пели песни, рассказывали стишки и показывали казахские традиционные обряды. Замечательный праздник весны начали отмечать в детском саду Гаухар. Воспитатели заявляют, что через это мероприятие хотели показать красоту национальных традиций и обычаев. Великий праздник на Урыс мы начали отмечать уже с понедельника. В нашем садике воспитывается около 300 детей. Воспитанники разных национальностей. Мы хотели через это мероприятие показать детям все традиции и обычаи казахского народа. На своих малышей пришли посмотреть родители и друзья. Сарк-этажа приехала из совхоза Токтар, чтобы посмотреть на свою внучку. Бабушка осталась довольна мероприятием. Она выразила большую благодарность воспитателям. Я рада, что детей воспитывают такие хорошие педагоги. Хочу выразить им огромную благодарность за то, что много вкладывают в детей и дают им хорошие примеры. Пусть их труд будет плодотворным. В Карагандинском регионе полным ходом идет подготовка к великому весеннему празднику на Урыс. Этот праздник будут отмечать все учреждения. Дошкольные организации не стали исключением. Лариса Хусынова, Жара Гибаева, Жасулам Клубеков, Баужан Ирмагабетов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Ранее тренер Геннадия Том Лефлер заявил, что на кону стоят все титулы Головкина. И в случае проигрыша карагандинский боксер потеряет все пояса. В этом бою также не предусмотрен реванш. В прямом эфире поединок покажут Казахстан и Казспорт. По казахстанскому времени бой состоится утром 19 марта в 8 часов по времени Астаны. И последнее. Акимат Караганды приглашает жителей и гостей города на сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут в преддверии праздника Наурыс. Первая ярмарка пройдет уже в предстоящую субботу, 18 марта. Затем с 1 апреля до 27 мая ярмарки пройдут на еженедельной основе. Место проведения – площади перед торговым центром «Гринмарт», хоммунальным рынком «Гасыр», магазином «Юбилейный». Также ярмарки пройдут у торгового центра «Орталык» при Шахтинске, возле магазина «Феникс» в сортировке и в торговом доме «Сарарка». Власти заявляют, что на ярмарках будут реализовываться продукции сельхозтоваропроизводителей области по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Соболнафтар. Редактор субтитров А.Семкин